Благодарность медикам Сняли корону. Как Бобруйск справился с пандемией? 28 суток обороны в онкодиспансерии. Подробности в эксклюзивном репортаже Марии Бушкевич. Новые портфели, детские пособия и контроль на дорогах. В стране проходит акция ГАИ. Кто на карандаше? Квадратные метры в аренду. Кто обладает первоочередным правом и сколько стоит такая квартира в Бобруйске, узнавал Максим Кембель. Новая мебель и оборудование, современные учебники и косметический ремонт. Как гимназии и школы подготовились к новому учебному году? Анастасия Похлёстова присоединилась к проверяющей комиссии. Особняки в воде, трёхмерная карта Вселенной и террористы по соседству. Украина оправляется после происшествий. Грамоты, цветы, подарки. Председатель горосполкома и начальник главного управления по здравоохранению облсполкома поблагодарили медиков за работу в условиях пандемии. Александр Студнев и Александр Старовойтов посетили центральную больницу, пообщались с врачами, медсёстрами, водителями скорой, представителями администрации. Вручили награды и сувениры. Презенты получили свыше 10 сотрудников клиники. Бобруйские медики сработали, не буду стесняться, сработали на отлично. Бобруйская медицина показала в очередной раз, что она достойна того места, которое занимает. Люди работали самоотверженно, днями и ночами, не выходя из учреждений. Я испытываю очень положительные эмоции. Я очень рада, что нас не оставили, нас не забыли, всех поблагодарили. Испытываем радость за счет того, что наши пациенты здоровы, они возвращаются к обычному образу жизни. 28 суток бесперерывного противостояния коронавирусной инфекции. Как Бобруйск справился с пандемией? Эксклюзивный репортаж Марии Бушкевич. Бобруйский онкодиспансер, который на время превратили в инфекционный госпиталь, вернулся к привычному ритму работы. Эпидобстановка в городе улучшается. Первого пациента с коронавирусом эта лечебница приняла 5 июня. Перепрофилировали 4 отделения, подготовили 126 коек. На все ушло полтора месяца. Персонал прошел удаленное обучение на базе Белмапо. Каждый сотрудник клиники сдал экзамен. В администрации учреждения, уверяют, спланировали все до мелочей. Были разделены потоки персонала, которые оказывают помощь ковидным пациентам. Они приходили на работу на полчаса раньше и в одну дверь, а те, которые оказывали помощь онкологическим пациентам, на полчаса позже и в другую дверь. Мы даже продумали логистику транспортных потоков на территории, дабы максимально разделить эти потоки. Ни один из онкологических пациентов, которые находились в стационаре, не заболел коронавирусной инфекцией. Но мы считаем это достижением. Зоны поделили на чистые и грязные, оборудовали шлюзы для перехода из одной в другую. 40 койка мест сохранили для оказания помощи онкопациентам. Проводили лучевую и химиотерапию. Хирургических больных направляли в Могилев. Прием бобруйчан с COVID-19 проходил четко по инструкции. Скорая помощь привезла, порог переступил. Пациента встретили тут же. Оценили у него количество кислорода в крови, сатурацию. Оценили его общее состояние, количество дыханий, в каком он состоянии. Тут же выполнена компьютерная томография органов грудной клетки. Если у него есть пневмония на КТ, он госпитализирован на койку. Кабинет КТ персонал называет сердцем диагностики. Аппарат способен просканировать любой участок тела. Все пациенты с подозрением на COVID проходили исследования на компьютерном томографе. Снимки были готовы мгновенно. Например, на этом файле из архива отчетливо видны пораженные легкие. Изменения по принципу матового стекла. Год назад здесь появился новый аппарат МРТ мощностью в полторы Теслы и современный маммограф. В больнице работает 319 человек. Около 200 были брошены на борьбу с вирусом. Выходили в ночную, трудились не напрасно. Ровно через 28 суток выписали последнего ковидного пациента. Работа диагностического отделения была организована круглосуточно. Все врачи, лаборанты, младший медперсонал тоже работал круглосуточно. У нас все получилось, скажем так, очень дружно, командно. Буквально за пару часов мы организовались, определили график работы, режим работы. Кто был в отпускной компании, все безоговорочно согласились выйти работать. После выписки последнего пациента с коронавирусной инфекцией все помещения прошли санобработку. Процедуры по дезинфекции осуществлялись под контролем Центра гигиены и эпидемиологии. На это ушло несколько дней. 6 июля медики вернулись к прежнему режиму работы. Тем не менее, меры профилактики инфекции по-прежнему соблюдают. Во время работы мы соблюдаем, мы обрабатываем руки в общественных местах, маска обязательно. Мыть с ручки антисептик, конечно. На улице стараемся не кушать такое, а маски уже нет, не носим. Стараемся не посещать людные места, находимся дома. А так, в общем, бабушка водится в масках детей везде. Бобруйские поликлиники также встретили коронавирус во всеоружии. Экипироваться в средства защиты медики начали еще в начале апреля. Первые городской потоки людей разделили. Аналогичным образом поступили во всех медучреждениях. Дверь с обратной стороны поликлиники. Можно с уверенностью сказать, это место, куда во время пандемии не ступала на газ здорового человека. За исключением медперсонала, конечно. Именно здесь принимали пациентов с температурой и признаками простуды. Поверхности обрабатывали дезраствором после каждого. Когда приходили пациенты с симптомами COVID-19, рассказывают медсестры, им измеряли температуру, проверяли сатурацию, уровень насыщения крови кислородом, пульс и артериальное давление. После отправляли на прием к врачу. По необходимости делали анализы и рентген органов грудной клетки. Людей с подозрением на пневмонию сажали в карету скорой и отправляли в стационар. Врачи пенсионного возраста могли уйти в отпуск за свой счет, могли уйти в очередной отпуск, но надо отдать должное, все остались дружненько работать. И в общем-то я бы не сказала, что работали на износ, работали четко, дружно, слаженно. Комбинезоны, шапочки, маски, защитные щитки и перчатки на время стали второй униформой. Весь штат поликлиники 400 человек. По оценке администрации успешно справился с вызовом. Отстояли каждого пациента. Стало меньше пациентов с респираторными заболеваниями. Даже вызова на дом уже единичные случаи с температурой. Стало значительно меньше пневмонии. Пневмонии тоже мы уже выявляем единичные, не массово. Контактов первого уровня тоже стало меньше. Если сравнивать количество случаев заболеваний этими пневмониями и коронавирусной инфекцией с маем, с июнем месяцем, то в июле мы наблюдаем серьезное существенное снижение. Пока для того, чтобы и сохранить это снижение, нам необходимо масочный режим оставлять. Слова благодарности бобруйским медикам слышны отовсюду. Пациенты, их друзья и родственники, представители городской власти и общественных объединений, руководители предприятий, бизнесмены и просто неравнодушные люди говорят спасибо за спасенные жизни и сохраненное восстановленное здоровье. Они, конечно, молодцы и ночевали, знают там, и находились безвылазно. Поэтому то, что им сейчас президент их поощряет, это им, президенту большое спасибо, они заслужили. Докторов и медсестер, санитаров, фельдшеров и водителей скорых уже прозвали героями. Мария Бышкевич, Андрей Богдан. Итоги недели. На неделю медицинских работников чествовали по всей стране лучшие получили госнаграды. Свыше 70 человек удостоены знака отличник здравоохранения Республики Беларусь. 200 сотрудников медцентров, больниц и поликлиник получили грамоты и благодарности Минздрава. Я наскоро работаю в бригаде, мы работаем командой, и нет понятия я. Это всегда команда, это всегда моя бригада. Спасибо, конечно, большое, что труд медиков оценили, и руководство, и простые люди, что они нас не забывают. Теперь придется работать только лучше. Града была очень неожиданная. Я не думала, что меня так оценят. Поэтому большое спасибо коллективу за поддержку, за то, что меня заметили и оценили в моей работе. В Северную и Южную Америку, Западную Европу накрыла вторая волна пандемии. В субботу Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рекорд в мире по числу заразившихся COVID-19 за сутки. Какие страны в лидерах? Подробности далее. Число инфицированных по всему миру перевалило за 15 миллионов. За 24 часа рост более чем на 284 тысячи. Это максимальный показатель. Впрочем, о второй волне эксперты ВОЗ заговорили еще в начале лета. Вторая волна не является неизбежной. Однако, все большее число стран снимает ограничения. Есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19. Если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить. Во Франции резкий рост заражений. За сутки выявлено свыше тысячи вирусоносителей. Зафиксировано 10 новых очагов инфекции. Минздрав республики уверяет, причина в пренебрежении мирами предосторожности. Больше всего пострадали основные туристические регионы. В Британии весь Лазурный берег, два департамента ВАР и Приморские Альпы в красной зоне опасности. Правительство приняло решение об обязательном тестировании прибывающих из 16 стран, в том числе из Алжира, США и Турции. Путешественники, направляющиеся во Францию из этих стран, должны предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус. В ином случае они пройдут тест в аэропорту. На другом берегу Ла-Манша введено обязательное ношение масок в магазинах. Премьер Британии Борис Джонсон поддерживает меры. В Соединенном Королевстве почти 300 тысяч инфицированных скончались свыше 45,5 тысяч человек с диагнозом COVID-19. Маски становятся обязательными. Это разумный шаг, особенно когда пандемия продолжается. Мы хотим уменьшить риск заражения вирусом. Тем временем в Лос-Анджелесе диагноз подтвердился у 165 тысяч человек. Эпидемиологи отмечают, группа риска изменилась. Если раньше жертвами смертельного вируса становились в основном люди старшего возраста, теперь свыше половины заболевших не исполнилось и 40. «Надеюсь, это поколение будет вести себя в соответствии с новыми санитарными нормами, соблюдая социальную дистанцию, а также они будут носить маски. Нравится это или нет. Такое поведение – единственная возможность уберечься от инфекции». Россия после четырех месяцев закрытых границ возобновляет международное авиасообщение. На первом этапе с Великобританией, Турцией и Танзанией ведутся переговоры с другими странами в списке 30 государств. «Это решение о возобновлении международного авиасообщения, и при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности. С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону». Курортные страны открывают границы. Туристов ждут Черногория, Турция и Египет. Путешественникам советуют не расслабляться. Важно, чтобы отдых не стоил жизни. «Стоит обратить внимание, это рекомендации и Минздрава, и нашего Министерства иностранных дел, что всякий раз, отправляясь в путешествие за пределы Республики Беларусь, нужно внимательно следить за тем, какая там ситуация. Она меняется динамично, она меняется каждый день. И поэтому говорят, белорусы собрались куда-то лететь. Лишний раз, может быть, позвоните в посольство этой страны, узнайте, что там происходит. Зайдите в интернет лишний раз, посмотрите, что поменялось». Из Стамбула в Минск прибыл гуманитарный груз для медиков. В коробках свыше 8,5 тысяч средств защиты и оборудования. В Минздраве отметили, несмотря на снижение заболеваемости, от помощи не отказываются. Лишь за последние три месяца в больницах израсходовали больше масок, чем за два года. Гуманитарная миссия состоялась при участии посольства Турции в Беларуси. Ценный груз передали турецкие частные компании. «Груз состоит из кислородных концентраторов, масок, очков, щитков медицинских. Все это будет предназначено для наших врачей, для наших медицинских работников именно в рамках борьбы с COVID-19. Несмотря на то, что заболеваемость COVID-19 в Республике Беларусь снижается, помощь все равно такая нужна». 29 санаторий в Беларуси выступают в роли реабилитационных центров для людей, которые перенесли пневмонию, в том числе после заражения коронавирусной инфекцией. А здоровье восстанавливают свыше 17 тысяч пациентов. 70-процентная заполняемость, она сегодня оптимальна с учетом эпидситуации сегодняшней. С соблюдением социального дистанцирования необходимо, чтобы человек приехал с результатами тестирования, не подние двух суток с момента заезда. Значит, и также должна быть справка об отсутствии контактов на протяжении последних двух недель с больными или контактами первого уровня. Выделенные деньги на поддержку экономики в условиях пандемии не исчерпаны. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси. Страна затратила на различные надбавки, льготы, рассрочки и арендные каникулы около полумиллиарда рублей. Президент утвердил соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития для финансирования проекта по реагированию на COVID-19. На сумму в 90 миллионов евро закупят оборудование для отделений интенсивной терапии и реанимации, оснащение для службы скорой медпомощи, 20 компьютерных томографов, средства индивидуальной защиты, лекарства и тест-системы для диагностики инфекции. Мария Бересневич. Итоги недели. Рост детских пособий, строительство жилья и послания народу и парламенту. Президент выступит с ежегодным обращением. Чем еще страна жила на неделе, спросим у моего коллеги Владислава Боева. У него самый подробный обзор громких заголовков. Александр Лукашенко созывает вне очередную сессию парламента. 3 августа глава государства выступит с посланием народу и национальному собранию. Соответствующая информация размещена на национальном правовом интернет-портале. Ранее президент заявлял, что событие было запланировано на середину апреля. Его перенесли из-за пандемии коронавируса. Президент назначил новых руководителей Нацбанка. На должности заместителя председателя правления, теперь начальник главного управления регулирования банковских операций, член правления Илона Ледницкая. Кадровые перестановки и в руководстве Минска, в столице новый вице-мэр Дмитрий Микуленок. Андрей Евдоченко стал чрезвычайным и полномоченным послом Беларуси в Нидерландах. Андрей Дипкюна с послом нашей страны в Австрии по совместительству в Словении. Постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и при ОБСЕ. Олег Кравченко поедет в США. Павел Утюпин представит республику в Казахстане. Максим Ермолович в Великобритании и Северной Ирландии по совместительству в Ирландии. Дмитрий Риутский назначен заместителем председателя комитета госбезопасности. Сергей Чертков теперь генеральный директор Могилевского завода лифтового машиностроения. Новые лица появились в министерствах, управлениях, обл. и горысполкомах. Белджи готовится запустить конвейер по производству электромобилей. В следующем году на заводе рассчитывают выпустить свыше тысячи эко-машин. Авто будут оснащать современными электродвигателями с запасом хода на 500 километров. Стоимость не будет превышать 70 тысяч рублей. По первым итогам испытаний получаем очень хорошие отзывы. То есть машина очень эргономичная. Там применены такие принципы. Зеленые материалы, очень много света. То, что, в общем-то, нужно для того, чтобы бережно относиться к экологии. Ну, а в нашем случае не только к экологии, но и использовать те возможности, которые нам даются по генерации электроэнергии в нашей стране. В августе вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В среднем на 5,5%. Ежемесячная выплата на первенца увеличится до 427 рублей. На второго и последующих до 488. На ребенка-инвалида государство будет выделять по 550 рублей. Эти суммы сохранятся до 31 января. В Минтруда и соцзащиты пояснили, размер пособий привязан к средней зарплате по стране за предшествующий квартал. Уровень материальной поддержки пересчитывают дважды в год. Инспекторы ГАИ усилили контроль на дорогах страны. Особое внимание нетрезвым водителям. Сотрудники несут службу в усиленном режиме. Посты дежурят возле мест массового отдыха, клубов, баров, ресторанов и круглосуточных магазинов. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а также лишение права управления транспортным средством. За повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена уголовная ответственность, а также конфискация транспортного средства вне зависимости от права собственности. За полгода по вине нетрезвых водителей произошло 166 аварий. Погибли 45 человек и 175 получили ранения. Республиканская акция продлится по 28 июля. Разгул стихии в Поднебесной. В Австралии особняки рушатся в океан. В Украине разыгралась преступность. Моя коллега Анастасия Шевцова держит руку на пульсе громких новостей из-за рубежа. В Лудске мужчина захватил автобус с пассажирами и удерживал на протяжении 13 часов без еды и воды. Спустя день в другом украинском городе местный житель взял в заложники полицейского и угрожал подрывом гранаты. Чем закончились эти истории? Все подробности в конце больших итогов. Спасибо моей коллеге Анастасия Шевцова и Владислав Боев со взором громких новостей недели. Мы продолжаем. Заиграла новыми красками. Во дворе дома 16 по 50 лет в ЛКСМ благоустроили детскую площадку. За кисти, грабли и лопаты взялись представители первичной организации общественного объединения Белорусского союза женщин. Во главе с генеральным директором Бобруйска Громаша Надеждой Лазаревич. Перед общежитием предприятия, в котором проживают 500 человек, сотрудники их семьи покрасили ограждение и скамейки. Побелили бордюры и заменили брусья. Здесь также высадили петуни и благоустроили песочницу. В последнее время очень много разных постов у нас на разных телеграм-каналах. Там не так, там не так. Качели поломаны два месяца. У нас любят критиковать. Решили показать, что своим трудом тоже много можно сделать не только для себя, но и для своего любимого города. Поэтому мы своим примером призываем всех бобручан выйти в парки, во дворы и навести порядок. За четыре года в Бобруйске построили четыре дома с арендными квартирами. К созданию очередной партии жилых метров приступят в следующем году. Как получить недвижимость от государства, у кого преимущество и можно ли перевезти квартиру в собственность, ответы знает Максим Кембель. Станислав Черняк получил арендную квартиру. Признается, чувствует себя хозяином. Мужчина уверяет, в этих квадратных метрах нравится все. Жилье недалеко от центра, во дворе детская площадка. Актуально для молодого отца. Раньше женой и сыном жили у родителей, после скитались по съемным квартирам. Мы здесь живем с мая 2018 года. В принципе, нормально. Квартира с ремонтом. Как говорится, заезжай и живи спокойно. Двуковатная квартира обходится в 158 рублей в месяц. С коммуналкой почти 200. Чтобы снять однушку в Бобруйске, нужно будет отдать почти 220. Во время отопительного сезона и вовсе больше 300. Это средняя цена по городу. По сравнению с госарендой, экономия существенная. 167 квартир или 4 многоквартирных дома. Именно столько арендного жилья сдали Бобруйске за 4 года. Все высотки расположились в одном районе. В шаговой доступности магазин, аптека, поликлиника. Напротив, остановка. Приоритетное право есть у граждан, которые состоят на учете нуждающихся в Бобруйском горисполкоме. По новым правилам, 30% арендного жилья выделяют бюджетникам, у которых есть контракт на 5 лет. Но нет прописки в городе или деревне по месту работы. Десятая часть положена военнослужащим. Оставшиеся квартиры распределяют между нуждающимися в порядке очереди. При этом арендные метры станут дешевле. Для оплаты начнут применять понижающие коэффициенты. Также предусмотрена возможность перевода квартир в социальное жилье. Тогда останется необходимость оплачивать лишь коммунальные услуги. Но введение касается лишь социально уязвимых категорий граждан. В странах Балтики и Польши арендное жилье составляет до 30% от жилфонда. В Германии цифра достигает 80% пунктов. Такая же история в Испании. В Японии и США порядка 34%. Цены на арендное жилье, я все же думаю, не удастся остановить в течение 5 лет. Вне зависимости от того, что рассматриваются новые законы с очень огромными штрафами для владельцев, арендодателей, я думаю, все равно пока не будет достаточно жилья, остановить рост цен практически невозможно. 135 тысяч квадратных метров арендного жилья. Цифра на этот год для белорусских строителей. В авангарде Брестская и Минская области – столица. Очередную партию арендных квартир в Бобруйске начнут возводить в следующем году. Максим Кембель, Максим Галеонко. Итоги недели. В Бобруйске начали выдавать сертификаты по ЦТ. На испытании было подано 7676 заявок. Заданиями успешно справились 7207 участников. В автотранспортном и аграрно-экономическом колледжах документы выдают каждый будний день и в субботу. Исключительно в рабочее время. Чтобы получить сертификат, абитуриенту необходимо предъявить паспорт или документ, удостоверяющий личность и пропуск. Во время ЦТ в пунктах сдачи соблюдали меры профилактики инфекций. Абитуриенты и преподаватели носили маски, в аудиториях стояли антисептики. Потоки людей разделили, за парты рассаживали в шахматном порядке. Во время выдачи сертификата в респираторном мультикету и социальной дистанции также уделяют особое внимание. С утра большое количество абитуриентов, но мы справляемся с этой очередью. Сертификаты выдаем. Опять же, в спокойной обстановке, соблюдая все меры безопасности. Пять по сто бобрусские выпускники набрали максимальные баллы по централизованному тестированию. В квантет отличников вошли бывшие учащиеся 19, 20 и 27 школ, воспитанник 3 гимназии. Лучшие результаты показали по истории Беларуси, обществоведению, белорусскому и английскому языку. Вскоре станут известны результаты испытаний, которые прошли в резервные дни. Анастасия Шевцова встретилась с абитуриентами и узнала все секреты успеха. Золотая медалистка Кристина Ткач за сертификатом ЦТ пришла в первый день выдачи. Набрала 100 баллов по обществоведению. Такого результата, отмечает выпускница 3 гимназии, не ожидала. На РТ удалось получить чуть больше 90. До второй сотни по истории Беларуси девушке не хватило одного балла. Третий предмет – русский. Результат – 96. Первый был русский. Это была первая ЦТ в моей жизни. Поэтому я очень волновалась. И именно из-за того, что мне не хватило времени, последнее задание я уже просто дочитала, не вникла в суть. И вот у меня была это одна ошибка. Поэтому уже дальше я таких ошибок не совершала, следила за временем. Секрет хорошего результата – делится гимназистка в кропотливой подготовке. Важно выбрать и предметы по душе. Не забывать об отдыхе. Эту позицию разделяет выпускница 20-й школы. У Ксении Баранчук сотня по белорусскому. Рассказывает, любовь к мове пришла через литературу. В школе выбрала мультипрофильный класс «Белмат» – уроки белорусского наравне с математикой – три раза в неделю. Уровень языка подтягивала на факультативах и курсах. Как-то утром просыпаюсь, и брат чем-то занимается, и я говорю, что ты робишь? И я, ну, неосознательно. Один учитель у нас в школе, географ, он говорит, язык родной тот, о котором ты думаешь. И я так подумала, а почему нет? Говорила на белорусском языке, а сейчас я когда-то сижу и не осознаю, что я думаю на белорусском. По остальным предметам – биологии и химии – выпускница набрала 76,82 балла. Атестат Ксении тоже впечатляющий – 9,9. В квинтет отличников вошла и воспитанница 19-й школы. У Анастасии Бушковой – 100 баллов по истории Беларуси. Другие предметы девушка сдала не хуже – 78 баллов по всемирной истории и 83 по русскому. Когда я пришла в 10-й класс, уже пришло время определяться, что куда, хотя бы примерно. И я вот начала углубленно изучать разные предметы, смотреть. История мне больше всего как-то полюбилась. Не знаю, она настолько насыщенная. И вот в ней столько всего собрана экономика, и география, и культура различных стран, и народов, и политика. И все это так много всего. И хочется изучать. О Беларуси, уверяет девушка, знает все и хочет рассказывать про родной край другим. Специальность в УЗИ выбрала соответствующую – менеджер по культурному наследию и туризму. Тем же, кто пока не определился с будущей профессией, стоит поторопиться. ВУЗы принимают документы до 1 августа. Лишь БГУ в предстоящем учебном году откроет двери для 5128 студентов. 2140 человек готовы зачислить на дневную бюджетную форму. 1905 на платную, 686 на заочную. Доля естественно-научных специальностей в плане приема составляет 67%. Социально-экономических и гуманитарных специальностей – и 33%. Анастасия Шевцова, Андрей Богдан. Итоги недели. Министерство образования определило график школьных каникул в новом учебном году. Дети отдохнут ровно 33 дня. Осенью воспитанники забудут про уроки сразу на 8 дней. С 1 по 8 ноября. Зимний отпуск продлится 17 дней. С 25 декабря по 10 января. Весенний – 8 дней. С 28 марта по 4 апреля. Кроме того, для учащихся 1 и 2 классов пройдут дополнительные зимние каникулы. С 15 по 21 февраля. Для большинства школьников летний отдых стартует 1 июня. Для выпускников 9 классов – на 10 дней позже. Между тем, межведомственная комиссия проверила городские школы и гимназии. Выдала паспорта о готовности. На что специалисты обращали внимание и как за лето изменились учреждения образования. Анастасия Пахлёстова увидела все своими глазами. Исправность системы пожарной безопасности. Состояние мебели и оборудования – чистота. Межведомственная комиссия проверила школы и гимназии города на готовность к новому учебному году. Команду возглавляет начальник управления по образованию. У каждого члена своя миссия и целый список требований. Обращают внимание на размер окон и уровень освещения. В поле зрения – высота парты и стульев, доступ к выходам из зданий. Была проверена уличная дорожная сеть вблизи учреждений образования, а также наличие профилактических материалов для работы с учащимися. Методические рекомендации какие-то даны были, что-то было устранено, так как было дано раньше. Во второй гимназии показывают новый кабинет английского – изучение иностранных языков, профиль учреждений образования. В класс закупили мультибор для интерактивных уроков, стенды и стильную мебель. Во всех остальных помещениях провели косметический ремонт, освежили краску на стенах, перестелили полы. Выполняли работы за счет благотворительной помощи родителей. В этом году мы поменяли всю канализацию, сантехническое оборудование, в фойе второго этажа сделали новые потолки, обновили окна и жалюзи. В 27-й школе переделали класс химии, уже привезли мультиборд. Остальное оборудование, парты, стулья и полки прибудут в ближайшее время. Спортивный зал не узнать. За пару месяцев недостатки ремонта успели устранить во всех кабинетах, рассказывает директор. И добавляет, в предстоящем году останется военно-патриотическая направленность после 9-го класса. Мы планируем набор в первые классы. В этом году мы будем открывать 4 первых класса. Желающих попасть в наше учреждение очень много. Обучать значит вдвойне учиться. Коридоры третьей гимназии украсили мотивирующие цитаты. Перед кабинетом математики – формула любви. Теперь у каждого помещения свое оформление. Для учащихся обустроили релакс-зоны, поставили пуфики. Усовершенствовали кабинет английского. Гимназия получила от Министерства образования и Британского совета новые учебники. Набор оценивается в 14 тысяч рублей. В этом году мы полностью основательно переделали первый этаж. На следующий год третий этаж приведем в порядок, и гимназия будет действительно достойно выглядеть. Обновили и STEM-центр. Накануне сюда привезли специальную литературу по скретч и техническому творчеству. Теперь заниматься робототехникой и изучать языки программирования смогут даже первоклассники. В STEM-центр закупили новое оборудование. Здесь появились 15 планшетов для программирования, паяльные станции и наборы лего. В 15-й базовой школе в предстоящем учебном году откроют второй этаж. Раньше там был разрушен потолок. Теперь его восстановили. Перекрасили стены в коридорах. В классах поклеили обои. Коллектив постарался. Чувствуется, что вложили душу. Отметили члены комиссии. Санузел в отдельном здании. Там тоже сделали косметический ремонт. Провели горячую воду. Во всех школах, гимназиях нашего города, учреждениях дошкольного образования проведен косметический ремонт учебных кабинетов. Комиссия отмечает креативные решения некоторых учреждений образования. Поэтому по приходу 1 сентября в учреждения образования наши детки будут довольны и счастливы в новых уютных комфортных кабинетах. Уже до 1 августа все школы и садики области получат паспорта готовности. В сентябре впервые переступят школьный порог более 2400 маленьких бобруйчан. Документы на зачисление принимают до 15 августа. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко. Итоги недели. В США не утихают массовые протесты. В Украине активизировались террористы. В Китае устраняют последствия наводнения. Число пострадавших достигло 24 миллионов человек. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Анастасии Шевцовой. Украину на этой неделе накрыла волна терроризма. Во вторник в Луцке мужчина захватил городской автобус, взял заложники пассажиров и удерживал на протяжении 13 часов. Переговоры с преступником вел лично президент страны Владимир Зеленский. Мужчина потребовал от главы государства записать видеообращение. После выполнения требования террорист отпустил заложников и сдался полиции. Ему проведут психиатрическую экспертизу и изберут меру пресечения. Позже украинские правоохранители задержали в Харькове сообщников террориста. Спустя день еще один инцидент произошел в Полтаве. 32-летний ранее судимый местный житель взял в заложники полицейского и уехал в автомобиле в направлении Киева. Через некоторое время злоумышленник стал посреди дороги, вышел из авто и скрылся в лесу. Заложник не пострадал. В стране продолжаются поиски злоумышленника. К операции привлечены силы нацгвардии. Используются квадрокоптеры. По следам идут кинологи с собаками. В США не утихают массовые беспорядки. Эпицентром стал Портленд. К протестам против полицейского насилия присоединились власти города. На акцию вместе с митингующими вышел мэр. Федеральные спецотряды были направлены в Портленд для усмирения митингующих по распоряжению президента США. Вот уже 50 дней в регионе не удается прекратить погромы и мародерство. В Австралии несколько домов смыло в океан. Волны настолько размыли берег, что особняки начали буквально сваливаться в воду. Власти штата Новый Южный Уэльс, где и случилась беда, эвакуировали жильцов из 40 построек. Местные ученые считают, что более 11 тысяч километров береговой линии Австралии, примерно 50% всей песчаной береговой линии страны, могут оказаться под угрозой смыва. Водная стихия продолжает терроризировать и Китай. Из-за проливных дождей более 400 рек по всей стране вышли из берегов. В зоне бедствия 27 провинций. Число пострадавших от наводнения достигло почти 24 миллионов, погибших уже более 140. Миру представили самую масштабную трехмерную карту Вселенной. Над проектом 20 лет работали сотни международных ученых из различных научно-исследовательских учреждений. Карта охватывает 11 миллиардов лет эволюции Вселенной и включает в себя данные о более чем двух миллионах галактик и квазаров. Проект поможет исследователям выяснить, как быстро Вселенная расширялась в разные моменты истории и подробнее изучить черную материю. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин